Всем огромный привет, я очень рада видеть вас на своем канале, сегодня у нас с вами будет влог, вот и сегодня опять не успела ничего с волосами сделать, я как-то, как там было-то, я упала с масла, тормозила головой, ну в общем, знаете, у меня теперь нет такой роскоши, как переснимать видео по 150 раз, как я это делала, когда Лев еще был совсем маленький и в коляске по 4 часа там мог спать, и Женя или моя мама с ним гуляли, нет, теперь уже все, это взрослый человечек, хоть и маленький, но вот у меня теперь время, он приходит домой, мы чем-то с ним занимаемся, играем перед сном и многие вещи, сейчас уже, кстати, вечер, вот они сейчас пошли перед сном погулять и я села снимать видео, хочу вам рассказать, на самом деле, я уже давно ничего не рассказывала из новостей Эстонии, но у нас, как таковых новостей никаких не было, тишь да гладь, божья благодать, я просто, ну, всеми фибрами души радовалась от того, что у нас все так спокойно, ну, в общем, у нас сейчас было таких два скандала, первое, это то, что у нашего премьер-министра, у мужа, точнее, оказался бизнес с Россией, вот, но, кстати, у нас жители никогда не сомневались в том, что одним запрещено, другим разрешено, поэтому, как бы, это не стало никакой новостью, просто эта новость вышла, как бы, за пределы, как сказать, она, в общем, распространилась, вот, и теперь наше правительство требует отставки нашего премьер-министра, ну, думаю, что она никуда не уйдет, она у нас такая, знаете, вцепилась в одно место и будет там сидеть, вот, ну, на самом деле, я, честно, не знаю, кто может вместо нее прийти, мне кажется, примерно человек с такой же политикой, поэтому мне чисто вот все равно останется, она либо уйдет, но насобирали там очень много подписей, те, кто за ее отставку, и вторая новость, я вот здесь вот ее оставлю, потому что очень долго рассказывать ее, я обязательно что-то неправильно скажу, но связана она была с Псковым, и она облетела вообще, наверное, все средства массовой информации, так же, как и новость про мужа нашего премьер-министра, потому что о нас даже писали разные там, какие-то зарубежные газеты, вот, Эстония, знаете, она такая маленькая страна, мы никогда ни в каких конфликтах особо не участвуем, поэтому про нас никто не пишет, и я помню, я даже общалась с одним иностранцем на Фейсбуке, он мне спросил, где я живу, я сказала, типа, что в Эстонии, ну, на английском мы с ним общались, и на что он меня приспросил, что где это находится, в Испании, то есть очень многие даже не знают, где находится Эстония, но меня это как бы радовало, потому что у нас, в принципе, все здесь было очень даже хорошо, вот, но вот случилось такое происшествие, которое заставило, наверное, многих жителей нашей страны подумать о том, что пора собирать тревожный чемоданчик, я говорила, что никогда отсюда не уеду, вот, но мне на самом деле тоже было очень страшно в эту ночь, и я очень долго мониторила новости, практически до трех часов не спала, но вы знаете, через два дня эта новость уже затихла, но она заставила поволноваться многие жители нашей страны, как русскоязычных, так и эстоноязычных, в общем, и граждане, и неграждане, в общем, вот такая вот ситуация, вот, ну, сейчас я говорю, все как-то тихо так стало, вот, можете почитать, но я думаю, что у меня здесь аудитория такая из России и из Украины, поэтому все наслышаны, все умеют читать, все находятся в Телеграме, у всех есть паблики их стран, всякие новостные каналы, я думаю, что эта новость облетела весь свет, и где-то вот мы стали прям, знаете, такими знаменитыми, вот, ну, посмотрим, что из этого вообще все выйдет, посмотрим, что за эти полгода вообще произойдет, я надеюсь, что все будет так же мирно и тихо, потому что мы, на самом деле, реально мирная, тихая страна, вот, конфликтов никаких не хотим по отношению к себе, и надеюсь, что все так и будет, и люди, которые здесь уже жили, и которые сюда приехали, смогут ощутить себя, как бы, в безопасности, вот, но это все такие новости, в общем, ну, новости, вроде бы, знаете, такие всего две, но они так взбудоражили нашу маленькую Эстонию, также я хотела вам показать несколько вещей, да, лазила тут, искала в интернет-магазине Льву резиновые сапоги, потому что, ну, осень, сейчас дожди будут, вот, и нашла ему там кроксы классные, желтые сапоги, сейчас мы в них постоянно ходим гулять, когда мокрые, вот, вчера в лес ходили, и когда я там рылась, я нашла кое-что для себя. Так, показываю вам свою находку, это вот такие вот кроссовки от Puma, мне было важно именно вот такой цвет, мне, знаете, нравится сочетание вот оранжевого с темно-зеленым, и с белым, я взяла вот этой серии кроссовки Soft Foam, я уже Лёве тоже такие брала, это я себе купила, а до этого я им брала, потому что у нас очень-очень проблематичный подъем ноги, и последние вот кроссовки, которые я ему купила, были Nike, он себе пятку, ну, точнее, короче, такую мозоль натер, что у него четыре недели она практически до конца не заживала, и вот четыре недели он просто отходил в кроксах, когда, знаете, ремешок спереди, короче, он даже не мог натянуть, потому что это просто было очень больно. И я вспомнила, что вот такие кроссовки ему как раз подходили вот из этой серии, и следующие я ему заказала, они еще не пришли, но вот сейчас на осень в садик ходить, там ему будет хорошо, потому что вот с натертой ногой, это, конечно, ужас был, нам пришлось его от самого моря, ну, а он весит 20 килограмм, если не больше, 21, может быть, вот Жене на себе его пришлось тащить, а это, знаете, очень тяжело, и тут идти, ну, практически километр, наверное, ну, может, откуда вот мы шли. Вот, а так, очень классная серия, у кого тоже ноги устают в кроссовках, болят, натирают, обратите внимание вот на эту, типа, мягкая пена, что ли, ноги там, знаете, как будто вы в домашних тапочках идете. Ну, и цвет, конечно, это вообще, у меня есть пальто, ну, подобного цвета практически, и также у меня много очень штанов таких цветов, поэтому думаю, что я, ну, практически совсем смогу носить их. Блин, как же тяжело снимать на вытянутой руке. В общем, меня еще спрашивали уже, наверное, в трех видео подряд насчет того, чем я пользуюсь для волос, потому что волосы выглядят хорошо. В прошлом видео я вам показала вот этот шампунь Дешманский и «Секреты бабушки Агафьи» за 3 евро, вот, и в том же видео спросили, пользуюсь я чем-то еще, может быть, какие-то масла. Я вам покажу, у меня нету никаких супердорогих средств, есть такого, ну, среднего сегмента, знаете, марки Тони Энгай. Вот этим вся линейка у меня есть и масло, и термозащита, и спрей соляной, по-моему, соляной спрей для волос, это для укладки, вот, и покажу. Мне по качеству очень нравится, стоят они не так дорого, ну, где-то 8-10 евро в районе вот одно средство, поэтому тоже вам видео в этом покажу, потом в ванную пойду, вот, и больше особо ничем не пользуюсь. Я сейчас, честно говоря, сама довольна вот качеством своих волос, это, наверное, еще связано с тем, что я просто перестала так часто красить волосы. То есть я, если вот озадачилась отрастить свой собственный цвет волос, вот он у меня примерно так и растет, и крашусь я тоже, ну, просто чтобы цвет-то выровнять, примерно такой же краской, тоже недорогой никакой, ну, вот, в цвет своих волос, что у меня даже незаметно, что у меня корни как бы отрастают. Вот так, что я последний раз красилась два месяца назад, и корни уже где-то на 3, может быть, 4 сантиметра отросли, но это даже незаметно, потому что это вот мой цвет волос, примерно такой. Но здесь еще каким-то немножко, может, и за диваном как-то дает искажение, что отдают в такой более теплый, вообще-то у меня холодный, тон такой более серый, знаете, такой мышиный, вот. Вот, но, может быть, еще и волосы сейчас за лето у меня немножко выгорели. Ну, в общем, все вам покажу. Так, и вот все средства, которые я использую для волос. Вот Тони Энд Гай, как я говорила, это, ну, знаете, типа лака для волос, вот, всякие там прически формировать. Так, как я челку себе делаю, вот эту челку в шторке, я использую вот это средство. Или если мне нужна какая-то фиксация более сильная, тогда я беру вот уже не вот это средство. Мне очень нравится. У него такая фиксация, что мне прям на 5 часов, на 6 хватает. А так как у меня волосы тяжелые очень, вот, у меня вообще проблематично подобрать средство, которое бы держало мои волосы в той форме, в которой, в общем-то, я сделала. Дальше у меня идет вот такая вот термозащита. Вот, так как я челку часто эту завиваю, буквально каждые 2 дня мне приходится термозащиту использовать, иначе волосы портятся. Дальше у меня идет для блеска волос. Вот я на видео использую часто его, тоже Тони Энд Гай марка. Это серум для волос. И блеск он реально дает очень-очень сильный, и он сохраняется, ну, вот, несколько дней до следующего мытья головы. И также вот это средство от Шварц Кофе я использую. У него такой аромат, вы себе не представляете, волосы как будто парфюмом каким-то пахнут. Я заказывала уже его несколько раз, потому что тоже у меня быстро достаточно заканчивается. Вот, и больше я ничего так особо не использую. Как вы видите, все средства достаточно, ну, такие бюджетные, там, около 10 евро стоит, что-то где-то даже поменьше. Может быть, вот это вот 7 евро стоит, не помню точно. Ну, такой бюджетный у меня достаточно уход, но, тем не менее, он хорошо влияет на мои волосы. Так что можете все, что я показала, там записать себе. Вот, и что-то, если захотите попробовать, то вот из этих средств я рекомендую любое. Ну, смотря какой у вас запрос. Так, мы со Львом пришли в лес. Да, просто грибы посмотрите, какие тут есть. Это Лёва сыроежка. Да, сыроежка. Нельзя его лезть. Нельзя? Думаешь? Муха там. Там муха? Все, улетела. Вот. Ну, это лес. А? Хочешь потрогать? Ну, пальчиком только потрогай. Вот, мы, короче, пришли в лес, в этом лесу. Я раньше с бабушкой своевали, всегда собирала грибы. Я смотрю, здесь вон ходили, потому что грибов нет. Ну, точнее, кто-то резал их. Вот еще грибочек. Эти желтые сыроежки. Не беги. У коричневого. Да, у коричневого есть разные. А вот черника растет. Да, черника вон такая, не очень крупная, мелкая. Можешь поесть. Она вкусная. Вот. Ну, какие-то такие есть грибы. Ну, я бы какой-нибудь подосиновик хотела бы. Комары жрут. О, он еще одна сыроежка. Вот такой лес у нас, и там море. Вот. В другой лес я боюсь идти, потому что там можно нарваться на медведя, на волка, на рысь. У нас очень сейчас это распространенное явление. Они даже в город выходят. А этот лес я знаю хорошо. Кушала, она вкусная, сладкая. Дома. Он делает ремонт. Он работает? Нет, ремонт делает. Стены красит дома. У нас красивая речка. И здесь красиво. Там такой дом стоит, как, знаете, в каком-нибудь фильме ужасов. Хочешь вкинуть? Не надо. Куда? Все, утонул. Утонул. Так, и еще у меня из покупок вместе с кроссовками я покупала, ну, там парочку вещей для льва. В основном это такое мыльно-рыльное были шампуни, душ-гели. Вот. И взяла еще себе вот такую вот футболку. Всегда беру вот с этой пометкой, потому что, ну, вот с этой этикеткой Экотекс, потому что эти футболки не растягиваются, не теряют цвет, хорошего очень качества. И она такая, знаете, тяжелая, нравится мне этот материал, это хлопок, вот. И взяла также вот такие душ-гели, такой душ-гель вот из этой марки, тоже очень часто беру их. Они бывают. Мне нравится, что они такими прям водями продаются. Здесь вот 750 миллилитров. Брала я еще литровые, и я их потом просто переливаю в маленькие свои красивые бутылочки, которые я заказала с Алиэкспресс давно уже, еще, наверное, два года назад. И взяла вот такую вот мицеллярную воду от марки Эволюдерм, вот. Вот, и это вот, французская она. У них очень много разных кремов, но никогда ничего не пробовала, просто мицеллярку хотела попробовать. Попробовать, да, и до этого я еще брала мицеллярную воду. Сейчас тоже покажу от марки Лореаль, тоже мне понравилась. Она вроде бы не двуфазная, но очень хорошо снимает косметику и не стягивает кожу. Ну, в любом случае, я всегда после мицеллярки умываюсь, ну, и дальше там какие-то процедуры делаю. Вот, про вот эту мицеллярную воду я говорила, гиалурон-специалист. Вот, и слышала еще про один крем от Лореали. Точнее, это не крем, а, как она называется там, не сыворотка, серум, вот, на который было очень-очень много хороших отзывов. Вот тоже хочу попробовать, там сколько-то он, 25, что ли, евро стоит. А вот тут написано, даже на русском есть гиалурон-специалист, выполняющий нехватку влаги мицеллярной воды для всех типов кожи, даже чувствительной. Вот, хорошая, не имеет она практически никакого аромата и очень хорошо справляется с косметикой, даже очень такой водостойкой. Поэтому, если не пробовали, советую попробовать. Вот такая, 250 миллилитров тоже стоит в районе 5-6 евро. А, 200 миллилитров, извините. Так что... А, еще спрашивали меня уже который раз, я в одном из видео говорила насчет этого средства от Урьяш. Просто, я не знаю, может, что-то невнимательно слушала, невнимательно читала. Я там оставляла и фотографию. Вот это средство от Зуда в голове. Я уже вон сколько использовала, но после каждого мытья, я вам скажу, это на 100% работает. Просто отличное средство, поэтому у кого есть аллергия на шампуни, у кого потом после мытья головы чешется, все это зудит, очень советую. Вот зуд снимает моментально, плюс лечит кожу головы. Отлично. Обязательно куплю еще раз, если, ну, будет потом нужно. Вот, заплатила, по-моему, 10 евро где-то за нее. Вот, ну, теперь мне, в принципе, я люблю... Ну, вот я мою сейчас шампунем от бабушки, вот этот за 2,88, который я покупала, на него вообще нет никакой реакции. Ну, вот если, ну, на всякий случай брызгаю, чтобы не появилось, потому что у меня такая кожа головы очень, как сказать, капризная. Я, короче, еще недавно делала разбор своего шкафа. Вы не представляете, сколько я всего повыбрасывала. Я записывала это на видео, но у меня почему-то в облаке не сохранилось, оно не успело перейти. Я его с телефона удалила, чтобы память не засорять. Короче, вот показываю уже результат, то, что у меня осталось. Вот, как вы видите, у меня все преимущественно таких светлых цветов. На самом деле, раньше у меня преобладающий какой-то вот черный цвет был, темно-серый. А сейчас вот, видите, такие вот бежевые всякие, голубые у меня цвета. Вот, оставила джинсы все светлые. И также вот у меня белые одни джинсы появились. Чего? Я не знаю, почему, может, она у тебя в комнате на кровати спит, посмотри. Пристал к кошкам, не могу таскать их туда-сюда. В общем, и вот там вот наверху у меня лежат теплые вещи. Тоже, смотрите, прямо одинаковых цветов. То есть у меня цветовая гамма вот определенная. Вот, не знаю, сколько у меня всего вещей осталось. Может быть, чуть больше 20. А было прям очень много. Короче, я вообще очень довольна тем, что я наконец-то разобрала свой гардероб. И теперь у меня вот порядок. Особо не планирую ничего покупать в ближайшее время. Может быть, из верхней одежды куртку осеннюю. Потому что у меня только вот кожаная косуха есть. А остальное я все, что не покупала. Но у меня или большой, или плохо сидит. Но без примерки. Я маме своей дала. Мама сейчас похудела так сильно очень. Вот, потому что, ну, у нее сахарный диабет. И она колет себе это лекарство. Знаете, ну, то есть ей врач выписал. Аземпик, по-моему. Аземпик, да, называется. Она очень сильно на нем похудела. Поэтому, ну, вещи какие-то ей, которые M размеров у меня были. Мне они большие, а ей они вот хорошо. Так что вот прям горжусь собой, что у меня такая чистота теперь. Так, ждала, пока мне вот эти вот карандаши придут, чтобы уже закончить этим видео. Но на самом деле с этими карандашами у меня такая вот проблема получилась. Заказывала я здесь из Эстонии. И вместо того, чтобы вот на следующий день там прийти, ну, через два дня. Потому что все это здесь близко находится. Они мне через неделю пришли, потому что они их потеряли. Мало того, что потеряли, так еще посылка в таком состоянии пришла, что эти упаковки были, блин, все помятые. Вот и доставка с хорошего магазина. Ну, в общем, я заказала себе два вот таких карандаша на осень. Решила взять от Мак. Они, кстати, были по скидке, по-моему, по 14 евро, если я правильно помню. И я уже вот себе свочи сделала. Я карандаши на себя, ну, как бы я накрасила губы, посмотрела. Оба карандаша мне отлично подошли. Хотя я думала, что что-то они слишком яркие. Потому что когда по интернету, по свочам выбирала, там они казались светлее. Но на самом деле оба очень хорошо подошли. На осень сейчас прекрасно будут. Вот я их подписала. И они очень-очень хорошо отбеливают зубы. Ну, визуально, естественно. Вот, очень хорошо смотрятся. Поэтому можете к ним присмотреться. Карандаши от Мак я покупала уже несколько раз. Мне, в принципе, нравится. Сейчас пока не могу достать свой любимый карандаш дешевый от Релуи, который у нас здесь 5 евро стоил. Я говорила уже, потому что их просто вот крайне моментально разбирают. Вообще не знаю, как люди про них особо узнали. Знаете, они такие неприметные. Просто розовый карандаш себе лежит. Как бы не особо обращает на себя внимание. Но почему-то любители таких цветов, как я, очень-очень много. Поэтому вот всегда в поиске нахожусь. Вот они. И, в принципе, цвета вот здесь вот на конце очень хорошо соответствуют цветам, то, что вот получилось у меня здесь на руке. Я сделала сводч. На губах сейчас делать не могу, потому что у меня то ли простуда, то ли что-то выскочило. Я болею. Вот. Как всегда, заболела самая последняя и хуже всех. Так что не буду пока показывать, но потом сделаю. Вот. Это популярные, кстати, оттенки. Очень часто встречаются и у блогеров разных. И так в интернете я просто вижу отзывы, потому что, ну, цвета такие классные, очень интересные. И большинству людей они, кстати, очень хорошо подходят. Так что вот это последнее, что я вам сегодня хотела показать. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. И увидимся в следующем видео. Пока.